так друзья привет я немножко устала от камеры поэтому я за кадром хочу рассказать вам собственно куда ходила на какие ярмарки и показать свои маленькие покупочки у нас это нет не субботу воскресенье как я уже говорила я должна была пойти на две ярмарки одна на чекаловской в арт-плей вторая на проспекте мира в олимпийском но немножко поменялись планы будет отдельное видео получилось так что я пошла в арт-плей на ярмарку а после этого мы с мамой поехали на концерт закрытый что значит ее короче пригласили там какие-то знакомые по всяким дачным делам от правительства москвы в общем ее пригласили ей у нее было два пригласительных билета и она меня позвала в общем какой-то концерт мы до последнего не знали вообще что за концерт кто там будет кто организатор но в общем то я думаю я не буду сейчас говорить я думаю что вы из видео сами все поймете но было круто и кто будет смотреть концертную часть делайте звук тише потому что мы сидели рядом с усилителями и это было очень громко вот но я еще подпишу потом на видео отдельно вот и собственно когда я ходила в арт-плей на выставку я там купила вот такие три маленькие вещички но третий я не покажу потому что она в подарок и я не хочу его светить раньше времени вот ну как вы поняли я купила значок как же так без этого конечно рыжий котик в мою коллекцию рыжих котиков вот и еще тоже женщина по моему она кореянка не знаю может быть вьетнамка или как правильно сказать в общем она так уговаривала так рассказывала вкусно и в общем то я решила взять это такая восковая пластина с натуральными ароматическими маслами которую нужно вешать либо в комнате в квартире либо в шкаф можно повесить и она как бы освежает там пространство вот но соответственно я выбрала жасмин потому что я люблю жасмин вот в общем такая вот простая пластинка с ароматическими маслами цветами жасмина пахнет просто потрясающе я вам скажу стоило это это 100 и это 100 рублей в общем то недорого еще подарочек был тоже не буду говорить сколько то еще на что-то что-нибудь писать мне что типа подарки такие дорогие покупаешь в общем два таких приобретения ну просто нельзя было невозможно было отказаться вот а собственно на вторую выставку которая на проспекте мира в олимпийском я по я ездила вчера а вчера у нас был понедельник потому что в понедельник уже было закрытие вот и там я приобрела ну первое это соответственно молд все для творчества вот нашла одну компанию в общем там девушки женщины они всякими товарами для творчества торгуют и вот мне понравился такой вот камея молд с бабочкой и стоят в принципе недорого обычно они гораздо дороже тут вот и еще набрала всякой фурнитуры сейчас открою чтобы не шуршать покажу поближе вот в общем то вы можете видеть самые разные концевики пара бусин такие вот трубочки зажимы и швензы хочу попробовать сделать кисточки серьги кисточки не знаю как получится и вообще пока только в задумках будут ли они тяжелые или легкие в общем надо подумать этот вариант но вот купила такой наборчик на на три пары чтобы разные получились тут два вида к три вида концевиков вот есть так сейчас отдельно покажу есть вот такой крупный он на самый большой вот потом второй вариант такие же лепестки но он маленький вот и еще один он вот такой вот но я так понимаю что вот этот он не зажимается а вот этим можно зажимать вот собственно классическая швензы закрывающийся так что еще вот эти вот зажимчики трубочки и и две вот такие же бусинки вот не стала брать 4 в общем этих концевика у меня 4 я подумала что на вот эти вот длинные мне наверное концевик не нужен будет сюда можно сделать бусинку а на короткие можно концевик сделать вот 8 идея такого что хочу попробовать сделать серьги кисточки вот значит и еще тоже мужчина очень вкусно рассказывал просто невозможно было отойти и в общем ты да я потратил а эти штучки стоили мне 110 рублей там они по-разному какая-то 8 рублей какая-то 5 вот и в общем мужчина они приехали там они с другом что ли ли с партнером они приехали из города архангельском вот и у них было малиновое варенье и вот такое вот варенье из марушки я как-то вам рассказывала что я была в городе каргополе архангельской области и там мы пробовали мороженку в свежем виде но это не моя ягода но варенье я вам скажу я попробовала варенье варенье просто обалденное вот и в общем то вот так она выглядит такое янтарная с косточками косточки кстати жуются вот очень вкусная 8 я решилась и взяла маленькую баночку очень вкусная она просто даже ну не могу описать как какое оно оно не такое как любое другое вот и 8 в подарок мне дали вот такую вот штучку это что-то типа киселя как я поняла из из состава вот там есть крахмал и желатин то есть это что-то типа киселя вот и вроде как здесь одна порция что ли вот видите адрес есть вот но у них нету ни сайта ничего такого то есть их можно найти и встретить только на каких-то ярмарках и мероприятиях таких масштабных ну вот вот такие мои маленькие были приобретения еще мне осталось такие выездные мероприятия это завтра завтра у нас будет среда это фан-встречи с девчонками вот я думаю что вы наверняка подписаны на их каналы тоже и наверняка увидите все в их влогах или каких-то видео материалах это может он все их знаете вот и еще у меня осталась ярмарка в декабре и наверное я пока больше никуда не пойду а еще кстати на вот этой ярмарке которая в проспекте мира была я прям безумно хотел купить еще один рюкзачок вот но в итоге поняла что тратить такую сумму на рюкзак я не хочу потом я на соседнем стенде увидела рюкзаки из джинсы и да я решила шить свой рюкзак так что если интересно может быть сниму это на видео как я буду делать если интересно пишите в комментарии может такой мастер-класс сниму на самом деле это все не сложно вот то вот очень такой у меня такой обзорчик небольшой и подписывайтесь ставьте пальчик вверх вы же все знаете оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео пока пока